Всем привет! Давайте пообщаемся. Если есть вопросы, пишите. Поговорим на насущные темы. Пока есть у меня немножечко времени, хочу обсудить с вами кое-какие вопросы. Первонаперво хочу сказать, что результат очень важен в нашем спорте, друзья, вообще в нашем движении. Хотя я считаю, то, чем мы с вами занимаемся, не является спортом. Для всех, для нас это образ жизни. И хочется, чтобы мы с вами развивались не только физически, не только тело свое развивали, мышцы, связки, сухожилия, но задумывались и о развитии своих мыслительных способностей, читали, играли в шахматы. Потому что мы должны быть примером для наших детей. Ведь ваш ребенок, что бы вы ему ни говорили, будет брать пример с вас. Если вы говорите ему, что нельзя курить, но при этом сами курите, понятна ситуация, да? Он постепенно понимает, что с этим миром что-то не то. А потом мы удивляемся, когда кто-то что-то говорит о правде, неправде. И вообще, ответьте мне честно, кто-нибудь, когда-нибудь знал человека, или даже на своем примере, кто говорил бы всегда только правду? Поверьте, даже друзей бы у нас не было, если бы мы всегда с вами говорили только-только правду. Это не хорошо и не плохо. Это факт, который существует, который есть. И мы должны его принимать, мы должны его понимать. Естественно, жить нужно стараться по каким-то принципам, по каким-то моральным законам. Но опять-таки, хотел бы затронуть тему, что религия здесь ни при чем. И как нам пытаются доказать, что если бы не было религии, то не было бы и морали. Это тоже неверно. Так что, друзья, давайте, какие вопросы есть, можем сегодня быстренько обсудить их. Так, лучше уж ничего, чем сникерс после тренировки. Ну, сникерс на самом деле имеет в своем составе трансжиры, поэтому лучше его все-таки не есть. Гораздо приятнее съесть банан или фрукт какой-нибудь. Ведь все-таки это то, что мы все с вами любим, да? Так, после родов, когда можно приступить к тренировкам? Друзья, есть отличная книга Арины Скоромной, которая о том, как нужно тренироваться до родов, во время родов и после родов. Лучше я уже вам ничего не расскажу. Тем более, я не девушка, а Арина сама прошла через это. И сейчас, на мой взгляд, она в еще более лучшей форме, чем она была до родов. Это о многом говорит. Кому интересно, рекомендую ознакомиться именно с этим. Как относитесь к статодинамике? Ну, вы, видать, совсем не смотрите и не читаете мои статьи. Я целиком и полностью только за статодинамику, особенно если вы натуральный атлет. И тренировки статодинамические я рекомендую делать неделя через неделю. Они разные, у меня только их пять разных вариантов. А вот между циклами статодинамики необходимо делать тренировки тоже по принципу периодизации. На силу, на массу, на выносливость. И тренировать все типы мышечных волокон. И промежуточные, и гликолитические. Нужно знать, как строить цикл. Именно поэтому у меня есть группа моя. Вы знаете, там уже 130 человек. И есть еще заявки, где я выкладываю все тренировки по этому принципу циклирования. Это очень и очень важно для любого атлета, особенно тренирующегося натурально. Так, идем дальше. Что делать, если и спорт нравится, и пиво тоже? Ну, это вопрос уже, ребята, к вам. Значит, занимайтесь литерболом. Что думаете о интуитивном питании? Друзья, очень хороший вопрос. И чтобы понять его, в двух словах не ответишь. Но попробую. Смотрите, интуитивное питание, как интуитивный тренинг. Чтобы говорить о нем, нужно знать себя от и до. Нужно посвятить тренингу и грамотному питанию как минимум лет 5, а то и 10. Когда вы будете знать, что и как на вас работает, это будет идеальным подходом вообще для вас. Но когда вы пришли в зал, занимались месяц-два, и с гордостью заявляете всем, что у вас интуитивный тренинг и питание, скажу откровенно, это не интуиция, это потакание своему эго. Вы просто будете заниматься херней, по-другому не скажешь. Надеюсь, коротко и ясно. Никого, заметьте, не хочу обидеть. Сладкое никогда, как вы это не поймете. Так, я не пойму или кто. Нет, на самом деле, друзья, если у вас не стоит цель подготовки к соревнованиям, если вы сейчас не поставили перед собой цель хорошо и мощно похудеть, избавиться от целлюлита, то нельзя отказывать себе в горьком шоколаде, к примеру. Можно применять, принимать его, но не плитками, а кусочками. К примеру, 2-3 раза в качестве десерта в первой половине дня, а можно его есть и после силового тренинга вместе с бананом. Тогда все будет хорошо. Но опять-таки, нужно смотреть на ваши текущие цели, на ваше текущее состояние, физическое тело, и от этого уже отталкиваться. Ведь все очень просто. Так, изоляция. Какое место занимает в тренинге? Можно ли отдельно тренировать? А, тренировку делать. Друзья, изоляция может иметь место, опять-таки, когда мы с вами тренируемся в статодинамическом режиме. Но, замечу, если вы все равно сделаете гормоновыбрасывающее упражнение до этого, то эффект от такой тренировки будет лучше. Можете называть это упражнение гормоновыбрасывающим, можете многосуставным, базовым, каким хотите. Но, на мой взгляд, тренировать руки отдельно от крупных мышц не имеет смысла, если вы, конечно, не сидите на фармакологии. Другое дело, если вы грамотно составляете цикл, периодизацию своих тренировок соблюдаете, то вы понимаете, когда и как можно делать изоляцию. Я сейчас специально общаюсь с огромным количеством людей, у кого большие, ну, просто огромные руки. Хочу, может быть, даже попытаться подсветить этому какое-то время, поснимать их на видео, когда соберу определенное количество людей. Покажу вам. Это совершенно независящие друг от друга люди. И я пришел к такому уже за 25 лет факту, по-другому не скажу, что самые большие бицепсы, которые я только встречал, это у людей, которые посвящают подтягиваниям в своем тренинге огромное количество времени. Реально подтягиваются чуть ли не на каждой тренировке. И я заметил, что сейчас очень много профессионально выступающих атлетов включают подтягивания в свои тренировки. Кто-то делает в начале, кто-то в конце. Если в начале, то на турнике. Многие подтягиваются в гравитроне. Но все равно подтягиваются, подтягиваются, подтягиваются. Будете подтягиваться, вам с гарантией будут огромные бицепсы. Хотите, чтобы еще к этому были большие трицепсы, необходимо делать отжимания от брусьев. Нет лучшего упражнения. Это очень-очень важно. Так. Что там дальше? Вы тренируете отдельно шею? Вот шею я не тренирую, друзья. Как отношусь к горькому шоколаду? Я уже сказал выше. Можно его есть. Нужно знать, понимать, когда и как. И, естественно, какое количество. Потом посмотрите этот выпуск в полном варианте, когда я его выложу на ютюбе. Нормально ли после румынской тяги болят мышцы спины? Друзья, нужно понимать, что такое боли. Когда вы работаете в румынской тяге, нужно понимать, точно так же, как и в гудмонинге, что поясничные мышцы работают конкретно, как стабилизаторы в статике. И, естественно, они утомляются. Естественно, они будут болеть. А большинство из нас ведет очень неправильный образ жизни. Сидячий образ жизни. И если говорить коротко, то это тоже очень сложно. Нужно понимать, что в нашем организме есть два типа мышц. Это фазические, отвечающие за движения, и тонические, которые являются стабилизаторами. Не знаю, почему об этом никто не говорит. Все говорят о типах мышечных волокон. Но сначала нужно понимать, какие типы мышечных мышц у нас есть. И какая мышца какой является. Так вот, несмотря на то, что поясничная мышца является также фазической, все-таки в большей степени она тоническая, как стабилизатор. И она, если ее не тренировать, если ее не нагружать, имеет свойство укорачиваться. Имеет свойство спазмироваться. И вот сейчас так модно говорить, тигерные точки вот эти, когда у вас боли, у вас спазмы, они могут быть вызваны совершенно не грыжами, не повреждениями вашего позвоночника или отдельного позвонка. А именно спазмами, именно тем, что мышца укорачивается. Тонические мышцы нужно растягивать. А кто из вас делает растяжку тонических мышц? Вообще, кто делает растяжку? Чтобы растянуть поясничную мышцу, необходимо делать экстензии и гиперэкстензии. Чтобы ее растянуть, экстензии нужно тоже понимать, как делать. Гиперэкстензии кто делает? Мало кто делает. Кто делает из вас мою гимнастику? Тоже мало кто делает. Но не забывайте еще о очень важном моменте, ведь позвонки не имеют кровеносных сосудов и в отличие от всего другого нашего организма, к сожалению, к ним питательные вещества не поступают с кровью. Как же тогда происходит питание дисков? Они питаются за счет воды. Когда мы даем нагрузку на позвоночник, сжимается ядро, вода выходит из диска. Когда происходит расслабление, вода опять поступает к диску и он питается. Но так как мы с вами постоянно сидим, практически не ходим, это в первую очередь является тем, что диски наши изнашиваются. Они не получают питательных веществ. И не приседания, не становые тяги являются причиной. Наоборот, если вы будете делать приседы и тяги грамотно, это будет только полезно. Лучшее упражнение и вообще лучшее, что может быть для того, чтобы ваша поясничка была всегда здоровой и чтобы диски поясничного отдела имели питание, необходимо гулять. Потому что в момент, когда мы с вами ходим, происходит равномерное напряжение, расслабление и вода вместе с питательными веществами питает наши диски. А представьте, мы с вами после того, как посидели в школе, в институте, на работе, практически не вставая, едем в общественном транспорте, сидя или в автомобиле, сидя опять-таки в тренажерный зал, в надежде, что мы потренируемся, сделаем лучше своему организму. И что делают все? Идут на разминку, на беговую дорожку, не дай бог, или садятся в велотренажер. Это самое худшее, что может быть. Вы опять-таки не даете питание вашим дискам, опять-таки поясничная мышца напряжена, спазмирована. И какое бы потом упражнение вы ни делали, естественно, будет болеть поясница. Естественно, это может приводить к серьезным травмам позвоночника. Вот почему грамотно понимать, как строить процесс своего тренинга. Это очень важно. Вот почему у вас болят мышцы после того, как вы делаете экстензии, после того, как вы делаете румынские тяги, после приседов. Все потому, что мышца спазмированная получает еще нагрузку. И это все усиливает уже плачевное состояние, которое есть. Но то, что болят мышцы, это не страшно. Страшно, когда начинают болеть сами нервы. Это уже говорит о том, что есть какая-то проблема. Я написал статью хорошую, большую, новую на эту тему. Как раз-таки все, что я сейчас вам говорил. Там я более подробно разжевываю, раскладываю по полочкам. И сегодня отправил ее в редакцию Железного мира. Если они ее не напечатают, то я в ближайшем времени выложу ее у себя на сайте. И вы сможете с ней ознакомиться. Так что, друзья, когда болят мышцы, это не страшно. Страшно, когда начинают болеть кости, ныть кости. Когда отдает по нерву куда-нибудь. Вот это страшно. Так, что следующее. Вы в прошлый раз не успели ответить про Йохимбин. Я спрашивал или спрашивал. Друзья, я не раз уже говорил про Йохимбин. Мне очень нравится этот препарат. Йохимби, Йохимбин. Но за ту практику, которую я имел, я пробовал различные препараты. И в таблетках мне понравился всего один раз. Но я уже не вспомню, какая была фирма. А вот, когда я покупал в жидкой форме, практически всегда был хороший эффект. И мне очень нравился. Поэтому я предпочитаю все какие-либо добавки принимать именно в жидкой форме. На мой взгляд, это самая лучшая форма для того, чтобы именно передать нашему организму те вещества, которые находятся в препарате. Но это мое личное мнение. Оно может быть неправильным. Есть ли смысл в приеме коэнзима в дозировке 60 мг? Не могу найти дозировку 100 мг. Конечно, есть смысл. Единственное, что следует обращать внимание, я сейчас в последнее время часто встречаю такую информацию, что при высоких дозировках и серьезном силовом тренинге он может вызывать проблемы с сердцем. Поэтому нужно быть очень внимательным, очень осторожным тоже с приемом любой добавки. Будьте осторожны. Если вы принимаете это для здоровья, то хорошо. Если при этом сильно не перегружаетесь, то тоже хорошо. Но если ваши тренировки носят силовой характер, травмирующий характер, то будьте очень внимательны к тому, что вы едите, что вы принимаете. Про сладкое никогда. Егор, я про сахар вообще. Да, сахар на самом деле, можно сказать, наркотик. В прямом и переносном смысле этого слова. И единственная хорошая новость в том, что если вы начнете отказываться от него, то очень быстро и в принципе легко это сделаете. Мозг очень быстро отвыкнет. Но 2-3 недели вам понадобится на то, чтобы потихонечку-потихонечку от этого отходить. Один арахис после тренировки и можно без банана. Один арахис? Арахис это же такая вот фигнюшка вредная. Арахисовая паста только полезна. Тоже вот парадокс для меня, не могу понять. Встречал уже не раз в разных источниках, что арахис очень-очень вредная фигня. Это не орех. И арахисовая паста, главное, полезна. Но опять-таки не та, что продается. Ни нутелла, не та, что продается в супермаркетах. Должна быть свежеприготовленная. К сожалению, в Россию такую не встретите. Но делайте ее сами. На моем канале есть видео, как это сделать. Если делать гак-приседы в тренажере Смита вместо обычных приседаний. Если я там лучше чувствую ягодицы. Нету в этом смысла. Егор, спасибо вам большое за гормоновыбрасывающие тренировки. Прогресс есть. Спасибо. Меня преследовал перетрен. Сейчас его нет. На здоровье, друзья. Я всегда об этом говорю, что в первую очередь нужно стараться не перетренировываться. И в нашем деле лучше немножечко не доработать, чем переработать. Это касается любых систем. Мышечных, связочных, центральной нервной системы, эндокринной. Что делать, чтобы белок лучше усваивался? Нужно наладить общее свое питание в целом. Следить за тем, что вы кушаете. Какое качество продуктов потребляете. Тогда это все улучшится. И чтобы мы лучше... Почему нужно есть чаще, но по чуть-чуть? Потому что такие порции организм усваивает лучше. И не откладывает это в жир. Как вы относитесь к супам? Ну, я одно время 6 лет не ел вообще ни супы, ни борщи. И потом у меня развилось такое дикое желание их есть. Поэтому лучше понемножку все-таки кушать все. Но опять-таки нужно знать, из чего, из какого мяса вы готовите. И вот как раньше вот этот навар из мяса, которое вы покупаете в супермаркетах, лучше не использовать. Лучше сварить мясо, слить то, в чем оно варилось. А потом сделать такую овощную... Овощное такой супчик и туда уже добавить мясо. Не могу уложиться в 50 минут на силовой тренировке на ноги. За 50 минут... Не успеваю. Только 3 упражнения. Например, присед, румынка, сгибание. Но это уже вполне достаточно. У меня бывает иногда, что в силовую тренировку только одно упражнение, приседания. И опять-таки, силовая тренировка. Вы имеете в виду, что просто работаем с отягощением? Потому что силовая тренировка может быть на силу, силовая тренировка может быть на гипертрофию. Если вы имеете обычные в виду тренировки, то значит вы очень много отдыхаете между подходами. Я понимаю, что тренировка может увеличиться больше, чем на 50 минут. Хотя тоже в этом не вижу смысла. Когда мы тренируемся именно на силу. Потому что время отдыха между такими подходами бывает затягивается до 10 минут. А во всех других смыслах, значит вы неправильно тренируетесь, очень много отдыхаете, очень много болтаете между подходами. Будут ли видео, дневники правильного питания? Было бы очень интересно посмотреть, как ты питаешься. Будут, если я начну тоже питаться идеально. Я не всегда показываю то, что я ем, потому что я такой же человек, как и вы. И сейчас у меня нет цели выступать или еще. И я часто позволяю себе какую-нибудь ерунду, которую в принципе позволять не нужно. И не хочется показывать свой неправильный пример. Именно поэтому я пишу статьи о питании и показываю, как она работает, эта система, на моих учениках. Все очень довольны. Да даже посмотрите на эту девушку, которую я недавно готовил к соревнованиям. В какой форме она пришла. И мы не делали кардио. Придерживались всех тех принципов питания, которые я вам рекомендую. Ела она даже банан перед тренировкой, вплоть до соревнований. И все было замечательно. И пресс был, и фигура была шикарная. Так, идем дальше. Повторите имя девушки, чья книга про тренировки до родов. Записывайте. Арина Скоромная. А проще посмотрите, у меня есть на канале видео про беременность. И где я показываю эту книгу вам в эфире. Арина Скоромная, жена бывшая Андрея Скоромного. На мой взгляд, очень грамотный человек. Очень порядочный человек. Я очень уважаю ее. Не только за ее фигуру, вообще за ее философию. К сожалению, мало общения с ней есть в интернете, в видео. Но я вижу, что эта девушка достойна. Андрей потерял огромное... Это его большая ошибка, что он расстался с ней. Но опять-таки, это мое личное мнение. Так, кушать клетчатку, овощи с белком. Да, это очень хорошее сочетание. Есть ли все-таки перетренированность или это выдумка? Конечно, есть. Перетренированность это самый большой бич того, что только может быть. Причем не только натурального атлета. Посмотрите мои статьи, почитайте, посмотрите мои видео. Вы поймете, как не попасть в тренированность или как выйти из нее, если вы уже попали. Едите сахар. Что думаете о сахарозаменителях? Например, стевия. Я сахар не ем, вообще просто не ем. Только если где-то жена что-то приготовит и туда втихаря его добавит. Также стараюсь поступать и с солью. Поэтому я не могу есть в ресторанах, особенно в американских, где пихают сахар и соль везде, чтобы усилить вкус. И, кстати, стевия это единственная добавка, которую я рекомендую употреблять именно как сахарозаменитель. Все остальное не рекомендую, потому что любой остальной сахарозаменитель может только навредить вам. Уж лучше сахар есть. Мои тренировки не начинаются без экстензии, даже в день пресса. Совершенно верно, я уже делал об этом видео и кучу статей. Экстензии в начале тренинга, можете включать их в разминку и не считать за силовую тренировку. И гиперэкстензии, которые делаете в конце каждой тренировки. И тоже не включайте их в эти 50 минут силового тренинга. Можно принимать БЦА вечером. Мне кажется, что они повышают аппетит. Чтобы БЦА не повышали аппетит, найдите добавку БЦА в порошке без красителей и без вкусовых добавок. Вы обалдеете, насколько они отбивают аппетит, потому что это такая горькая субстанция. А если есть с добавками, то да, я предположу, что они повышают аппетит именно из-за этих красителей. Кстати, не раз уже натыкался на такое интересное исследование. Родители, обратите внимание на это. Мармеладки, всякие конфетки разноцветные. Красители, которые сейчас используются в пищевой промышленности, уже доказано, вызывают у детей гиперэнергию. Забыл, как называется это, гипертонус, слово. В общем, это нехорошо сказывается на ваших детях. И поэтому лучше уж готовите мармелад сами. Старайтесь покупать мармелад без красителей. Если, конечно, думаете о здоровье своих детей. Что дальше? Да, друзья, я не читаю привет и там пожелания. Спасибо всем за привет и за пожелания. Всем передаю тоже большой привет. Респект. Спасибо, что смотрите меня, поддерживаете. Это большое дело знать, что то, что ты делаешь, приносит пользу. Что это вам интересно, что это вам нужно. Как девушкам часто качать мышцы груди? Вы знаете, не чаще, чем другие мышцы. И, в принципе, раза в неделю будет достаточно. БЦА можно непрерывно или курсами пить. Я БЦА пью постоянно. Никогда не делаю перерывов. Вот это единственная добавка, наверное, которую я пью регулярно, постоянно. В походе лучше делать больше раз или меньше. Но вес больше. Друзья, очень такой вопрос, странный, либо от новичка, либо от того, кто не смотрит тоже мой канал, не читает мои статьи. Ведь, если вы новичок, то вам нужно тренироваться по моим статьям ступени. Это расписано практически на два года. Уровень с нуля до середнячка. И вы получите огромную пользу. Там расписано все, как и что делать. Сколько подходов, сколько повторений. Когда вы выходите на уровень уже с середнячок, нам необходимо делать все по принципу периодизации. Необходимо делать на одной тренировке. К примеру, мы сегодня тренируем ноги. И у вас повторяется такая тренировка раз в неделю или раз в 10 дней. Так вот, сегодняшняя моя тренировка будет носить силовой характер. Я буду тренироваться на силу. Делать где-то 4, 5, иногда 6 повторений. Следующая моя тренировка на ноги будет носить статодинамический характер. И будет заключаться в том, что я буду делать медленно работу от 30 до 40 секунд. И с таким же перерывами отдыха до 9 таких подходов. Таких тренировок у меня 5 разных. И следующая тренировка будет носить характер уже массонаборный, где я буду делать 12-15 повторений. В следующий раз опять будет тренировка на окислительные мышечные волокна. И так вот чередуется. Следующая на промежуточные. Вы видите, что я тренирую, чередую силу, гипертрофию, промежуточные мышечные волокна по очереди. Но окислительные мышечные волокна я тренирую неделя через неделю. Это очень важно. Это единственный путь к постоянному прогрессу и к тому, что вы не попадете в перетренированность. Но самое главное, друзья, вы будете кайфовать от каждой новой тренировки. Вы будете получать колоссальное удовольствие. Вас будет тянуть на тренировки. Попробуйте. Я вот уже с 30-летним стажем тренинга хочу и предвкушаю каждую новую тренировку. Чем больше, тем лучше. Не всегда. Это не хочу приводить пример с хромосомами. Очень хороший. Жаль, не я придумал эту шутку. Я думаю, кто более-менее с мозгами понимает ее. А быстрые выбегания не вредны для коленных суставов. Друзья, если вы хорошо разминаетесь, подготовитесь к этому, то не вредны. И больше, скорее, риск получить травму разрыва бицепса бедра. Да, и у меня такое было. Серьезную травму можно получить. Поэтому нужно очень тщательно размяться перед тем, как делать выбегание. А как совместить прием йохимбина до тренировки и углеводы банана с протеином после? По вашему совету пишут везде, что углеводы блокируют действие йохимбина. Так если вы приняли йохимбин где-то за час до тренировки, потом потренировались и потом примете быстрые углеводы, то это никак друг с другом не состыкуется и ничего друг другу не помешает. Сколько становую по килограммам нужно делать, если на приседе я 48 килограмм приседаю свободным весом? Друзья, наверное, это девушка написала. Поймите, не важно, с каким весом вы будете работать, важна техника. И важно то количество повторений, которые я или тренер вам рекомендуют. Грамотный тренер, который вас не знает, который вас не ведет уже из года в год, никогда не даст вам рекомендацию по поводу веса, который вам поднимать. Это глупо, потому что один человек может поднять на 10 раз 50 килограмм, а другой может поднять 150, понимаете? Нужно понимать, что нужно тренироваться с таким весом, который позволяет грамотно, технически сделать то количество повторений, которое необходимо сделать в сегодняшний тренировочный день. Вот что важно при грамотной технике. Йохимбин можно принимать девушкам тоже. У вас было видео, что гак-приседы это хорошее упражнение для ягодиц. А тут вы говорите, что не имеет смысла. Я же не обычные приседы там делаю. Так вопрос нужно ставить корректно. Вы говорите, спрашиваете, есть ли смысл делать гаки вместо приседов, если вы там лучше чувствуете ягодицы. Друзья, все равно в тяжелых приседаниях ягодицы работают лучше, чем в гак-приседе, потому что там вы возьмете больший вес. И то, что вы в приседаниях или становых тягах не чувствуете ягодичные мышцы, это нормально. Это упражнения комплексные, многосуставные, где работают и включаются в работу все мышцы. А как включаются мышцы в работу? Мозг посылает сигнал по нервным окончаниям к мышечным волокнам, в каждую мышцу. В каждой мышце этих мышечных волокон очень много. И представьте себе ситуацию, ведь мозг не только посылает сигнал, он получает сигнал обратно от мышц. Именно поэтому в изолирующих упражнениях, когда работает какая-то одна мышца, вы ее хорошо чувствуете. А то, что вы не чувствуете кучу сигналов, которые идут обратно в мозг, это нормально и естественно. Поймите, не стремитесь к тому, чтобы чувствовать ягодицы в приседаниях или бицепс бедра в становой тяге. Сосредотачивайтесь на технике, на повышении силовых показателей, на грамотном питании. Тогда все будет хорошо. А задавать вопросы нужно четко, корректно, чтобы была понятна суть самого задаваемого вопроса. Ведь гаг-приседы тоже можно делать, но нужно их уметь вставлять в свой тренировочный режим. При натуральном тренинге отказ обязателен только, когда вы тренируете промежуточные мышечные волокна и другой тип отказа, когда вы тренируетесь на окислительные мышечные волокна. Когда вы тренируете силу, отказ противопоказан, потому что он убивает вашу силу. Когда вы тренируетесь на гипертрофию гликолитических мышечных волокон, то отказ нужен, но вот здесь следует сделать оговорку. Вы должны сделать в отказ, но не за отказ. То есть вас не должно задавить. Вы должны сделать, к примеру, 10 повторений, и вот 11 повторением вас должно было бы задавить. Вот что значит работать в отказ на гликолитический тип мышечного волокна. К сожалению, это никто не говорит, это не объясняют. На 8-12 повторений по 5 подходов не болтаю, отдыхаю до восстановления дыхания. Все грамотно, но значит нужно больше сосредоточиться на качестве выполнения упражнений, а не на количестве упражнений. Не стремитесь за количеством упражнений. Лучше сделать 2-3 качественно за 50 минут, чем сделать 6-8. Это очень-очень важно понимать. Можно совмещать витамин D3 и коэнзим Q10. Можно. Друзья, витамин D это витамин D. Не обязательно писать и везде спрашивать D3. Это просто маркетинговый ход. Витамин D очень обязателен, крайне важный витамин. Мы все его недополучаем, поверьте. И если кто-то даже говорит, что я нахожусь на солнце, хоть обзагорайтесь, вы не получите то необходимое количество витамина D, которое нам с вами нужно. Особенно тем, кто тренируется с железом. А с чем вот я рекомендую конкретно совмещать прием витамина D? Это с кальцием. Обязательно принимайте его всегда, только с кальцием. Если мышцы болят не на следующий день после тренировки, а через день. Это нормально? Да. Есть такой эффект, и он часто бывает у меня даже сейчас. Особенно был поначалу раньше, когда я тренировался тоже вообще очень тяжело. И придерживался системы Дори Анаятца, Майка Менцера, тренировался в отказ на каждой тренировке. Я ощущал боли, бывало даже не через день, а через два дня. И это меня очень сильно удивляло тоже. Ну, это говорит только о том, что настолько была утомлена мышца, что восстановление у нее затягивается. Значит, вы очень хорошо ее потренировали. Дай бог, чтобы не перетренировали. Но насчет этого переживать не стоит. И вообще нужно понять, что послетренировочная мышечная боль не является показателем, хорошо или плохо вы потренировались. На это тоже обращайте свое внимание. Так, отвечу еще на пару вопросов и будем закругляться. А я делаю ваши тренировки, которые вы выставили недавно. Скажу честно, прям здорово. Давно придерживаюсь периодизации. Молодец, очень круто. На самом деле периодизация, повторяю, это единственное то, что позволит вам постоянно грамотно прогрессировать, при этом не вгоняя себя в перетренированность. Так, выберем сейчас еще один вопросик. Недавно я переворачивала шину. Так у меня на следующий день болели мышцы, начиная с плеч, заканчивая ногами. Да, действительно, и это нормально, потому что кантование шины это очень серьезное упражнение. Нужно быть очень осторожным и перед ним нужно размять абсолютно все мышцы, особенно бицепсы и поясницу. Потому что очень много травм, именно на кантовании шин, разрывов бицепса в стронгмене было больше всего. Обращайте на это особое внимание. Если вы любите такой тип тренинга, будьте внимательны и хорошенько, грамотно разминайтесь. Ну что, друзья, спокойной ночи всем тем, кто собирался спать, кого я отвлек. А тот, кто не собирался, бегом спать, потому что режим это самое главное. И как говорил Дориан Яц, мы должны подстраивать наши тренировки под наш образ жизни, а не наоборот. И если вы не можете полноценно питаться, хорошо высыпаться, то и тренинг ваш должен быть более-менее лайтовый. Иначе это все только навредит нам с вами. Всегда думайте головой и будет вам счастье, здоровье и позитив. Всем пока, спасибо, что смотрели. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok